Пробитые колеса и гнутые диски. Проехать по некоторым улицам Тулы с наступлением весны без приключений не получается. Автомобилисты буквально закидали губернатора жалобами на плохое состояние дорожного полотна в областном центре. Улица Рязанская, Ложевая одни из самых проблемных в городе. Губернатор выезжает на них, чтобы лично убедиться, как идет ремонт. Число бригад увеличено, отчитывается глава городской администрации. Сейчас рабочие латают ямы литым асфальтом. Технология дорогостоящая, но допустимая при морозе. Много жалоб от наших жителей по качеству и по ремонту дорог. Но это не только касается нашего региона, это касается страны в целом. Но мы сейчас говорим конкретно о Затулу и Затульской области. У меня этот вопрос стоит на повеске дня постоянно на заседаниях правительства. На сегодняшний момент мы уже выполнили ремонт порядка на площади больше 10 тысяч квадратных метров. Это объем, который реально превышает объем прошлого года. Мы проводим ремонт не на гарантийных дорогах, а те дороги, нормативное состояние которых уже в принципе гарантийный срок, до которых вышел. Работы по аварийному ремонту на улице Рязанской почти завершены. В общей сложности к весне в порядок приведены 40 улиц Тулы. Ремонт нужно проводить быстро и качественно, отмечает Дюмин. Стараться не создавать пробок на и так перегруженных улицах. Жалобы есть, и мы сами прекрасно понимаем, мы создаем трудности перемещения, делаем определенные ограничения. И все-таки в ночное время это будет более и для жителей понятно, и снимет определенную нагрузку на дорожные сети. В рамках сотрудничества правительство Москвы выделило Тульской области 150 миллионов рублей. На эти средства в регион закупили дополнительно три асфальтобетонных завода. Скоро они начнут работу в Щекинском, Киреевском и Узловском районах. Это позволит сэкономить почти полмиллиарда рублей бюджетных средств, докладывают дорожники Дюмину. Деньги пустят на дополнительный ремонт дорог. Нужно активизировать работу по уборке областного центра, поручает губернатор. Вся необходимая техника в спецавтохозяйстве есть. Парк автомобилей значительно обновили. 23 машины Туле бесплатно передало столичное правительство. Идет модернизация прицепного оборудования. Часть устаревших поливочных устройств заменили на более современные. Это вот речный автомобиль встал у нас и выбивает поры с асфальта, то есть пыли уже меньше как бы. Не брызгает ни бордюры, ничего. Если это немножко позволяло обрызгать, можно. Это нет, делает все ровненько машинка. Моем шампунью, все, чтобы был чистенький асфальтик у нас. Поручает Дюмин быстрее разобраться и с дорожной разметкой. В первую очередь обновить ее возле школ и детских садов. Отремонтировать лежачие полицейские. Безопасность детей прежде всего. Городские чиновники пообещали губернатору скоро приступят и к этим работам. Надежда Малехина, Роман Тюкин, Первый Турцкий.